Здравствуйте! С вами снова канал Вероника Поливкина. Достала картошечку, чтобы почистить, и вспомнила историю, которая произошла со мной очень много лет назад. Надеюсь, она будет полезна многим, особенно владельцам небольших дачных участков. Я тогда очень увлекалась огородом, и все у меня давало прекрасное урожай, а вот картошка никак не удавалась. Но каждый год я упрямо продолжала делать все новые попытки получить хоть какой-то урожай. И вот как-то оказалась я в павильоне картофелеводства на выставке достижений народного хозяйства. Был такой раньше. Слышала, как один картофелевод рассказывал другому, что хранит семенную картошку в трех литровых банках прямо на подоконнике с осени, не опуская ни в какие хранилища. Накрывает сверху бумажной салфеткой и держит так до посадки. Услышав этот случайный разговор, решила попробовать. Результат превзошел все ожидания. Такого раннего и обильного урожая я даже представить себе не могла. Все очень просто. Картофель можно заложить на такое хранение как сразу с осени, так и в первой половине зимы, пока ростки не тронулись в рост. Вот я купила свою любимую синеглазку на рынке, помыла все клубеньки и теперь отбираю самые мелкие и здоровые. Если клубень имеет повреждения, то лучше не рисковать. Если мелких клубней нет, откладываем средние, потом перед посадкой разрежем на части. Если сомневаетесь в здоровье купленной картошки, можно обработать препаратом Максим или фитоспорином. Я решила не заморачиваться с препаратами, а просто обваляла влажные клубни в золе. Вы ведь знаете, как картошка любит залом? Когда я делала это в первый раз, ничем не обрабатывала и все получилось отлично. Теперь эти клубни нужно поместить в трехлитровую банку. Мне так много не надо. Сажать негде, весь участок занят цветами, да и на подоконнике места нет, тоже все в цветах, поэтому взяла вот такую вазочку. Укладываем плотно, но не утрамбовываем. Сверху накрываем бумажной салфеткой. Картошка должна дышать, но не должна засохнуть. Устанавливаем к стеклу, но не на южный подоконник, чтобы весной она не оказалась под палящими лучами солнца. Время от времени банку немного нужно будет поворачивать. К весне на клубнях разовьются очень короткие росточки, пышные корни и небольшие листики. От дыхания клубеньков банки образуются испарина и в этой влажной атмосфере как раз и будут расти крепенькие густые корешочки. Если начнет немного подсыхать, можно чуть сбрызнуть водичкой. К моменту посадки все основные органы нового растения будут полностью развиты. Останется только аккуратно разрезать большие клубни на части по 3-4 ростка и обвалять срезы в золе и сразу в землю. Чтобы получить урожай в супер ранние сроки, посадить нужно как можно раньше. Я сажала в грядку, накрывала ее черной пленкой, как только сошел снег. Как почва прогрелась, посадила и накрыла прозрачной пленкой. Зашла моя картошка чуть ли не на следующий день, но было еще прохладно, да и возвратные заморозки еще не закончились. Окучила так, чтобы весь кустик оказался под землей и опять накрыла пленкой. Любопытные росточки вновь вылезли и сидели под пленкой, пока не потеплело. Вы не поверите, но в 20 числа июня мы уже лакомились своей картошкой и в конце месяца выкопали весь урожай. Он кстати был невероятно большим и посадили на это место сразу вторую партию. К осени сняли второй урожай. Напомню, что участок мой находится в Московской области. Советую вам попробовать этот способ, хоть немного на пробу. Для раннего урожая нужно-то всего клубнее 10-15. Время это много не займет. Видите, я пока картошку почистила, параллельно все успела сделать. Три минуты и готово. Хороших вам урожаев! До встречи на канале Вероника Поливкина!